По данным ученых, около 6% американцев, 10% британцев и 20% жителей скандинавских стран страдают сезонной депрессией. В России таких исследований не проводилось, но у нас процент может быть еще больше, так как зима длится почти полгода. Ученые склонны считать, что сокращение дневного света в зимний период меняет биологический ритм человека. Но необъяснимая грусть, печаль нередко сопровождается аппетитом на сладкое, что приводит к нежелательному увеличению веса, а значит к новым страданиям еще и по этому поводу. Если вы заметили, что стали легко выходить из себя, что стали более раздражительными, если вы перестали получать удовольствие от того, что вам раньше нравилось, это тоже может означать, что у вас зимняя хандра. Только весна окончательно спасает от плохого настроения. Но мириться с этим совсем не обязательно. Можно ли что-то сделать с хандрой, кроме как улететь на зимовку в теплые страны? Это и не только мы спросим у нашего гостя в студии Игорь Любачевский, клинический психолог. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Можно вот узнать у вас более подробно, вот только ли погода виновата в причинах хандры? Ну, не только погода, хандра, о господи. А есть ли она вообще, вот именно вот так, чтобы хандра назвать? Понятие такое вообще существует? Сезонная депрессия или что? Нет, смотрите, вот слово хандра или осенняя хандра – это художественный термин, описывающий некое ситуативное снижение настроения. Ну, допустим, часто описывают хандру как томительную скуку. И сезонная депрессия – это немножко иное расстройство, которое связано именно с биохимическими процессами у многих людей, имеющих до этого приступы депрессии, ну, в сезонные периоды. А вообще с чем связано? Ну, с двумя основными факторами. Первый, правда, это сокращение светового дня, которое сильно влияет на гормон сна – это мелатонин. И фактически это даже не биологический ритм человека, это эволюционный ритм человека. Потому что если мы посмотрим на многих животных, да, они, в общем, запасают еду, едят не только сладкое, но и жирное, да, и ты, в общем-то, примерно так же живешь к осени и к зиме. И это такая основная физиологическая причина, во многом обуславливающая некую сонливость днем, неактивность, перепады настроения и, в общем, такое скучание, я бы сказал. А вторая причина, на самом деле, она абсолютно человеческая. Вот прямо во всех смыслах человеческая. Потому что только люди могут рассматривать осень как упадок всего. То есть животные же так не думают, в основном люди так думают. Во-первых, завершается что-то хорошее, связанное с отпусками, с летом, с активностью, с интересом. И, во-вторых, ты вступаешь в пору, когда все тлеет, в общем-то, сереет. И вот это вот завершение некого хорошего периода, который для нас во многом обуславливает ожидание плохого периода, действительно дает такое вот то, что в психотерапии называется руминация. То есть ты сам настраиваешь себя на плохое настроение. То есть в самовнушение такое происходит. Да, да, да. Поскольку ты переходишь из одного режима сезона в другой, волей-неволей, многие люди, в общем-то, даже вспомните старые детские стишки про осень, они в основном все грустные. Но вот и все-таки зимой стоит ли как-то перестраивать свой ритм жизни, может? Ну, во многом стоит. И здесь, опять же, мы действительно указываем очень часто на то, что если ты замечаешь, что твой ритм жизни стал, правда, немного другим, ты стал более сонлив, нужно действительно вкладывать в это некие силы, проявлять больше внимательность к себе, большую заботу к себе. И, конечно, здесь подойдут, во-первых, самые простые рекомендации. Это когда люди сталкиваются с осенней хандрой, это увеличение светового дня. Так старая добрая светотерапия никому еще, в общем, плохого не делала. Стоит только добавить желтый источник света дома или побольше включать свет дома и вообще в места, где ты бываешь, и это увеличит как раз вот нашу сопротивляемость к хандре. То есть обычные лампы, может быть? Да, обычные лампы, только и поярче. Вторая важная вещь на самом деле – это вызов нашей заботе о себе почти всегда. То есть насколько мы, правда, способны о себе заботиться, как ты ставишь цели, чем ты планируешь наполнять свои дни. Очень многие люди, допустим, наоборот, ну как-то скучать начинают, еще больше вот так вот лежать и все плохо. На самом деле подойдет легкая активность, не изнашивающая активность, когда ты там спорт, только спорту отдаешься или чему-то еще, а такая легкая активность, смена впечатлений, смена людей, смена знакомств, какие-то новые цели, которые ты перед собой ставишь. Очень многие указывают, что здесь нужно уделять внимание всем сферам ощущений, в том числе новым ароматам, новым цветам в одежде. И, конечно же, новым, наверное, ощущениям от жизни. То есть что-то стоит выбрасывать, что-то стоит менять в своей жизни. Ну, в том числе завершать какие-то вещи, которые не завершены были летом. Тогда это повышает нашу сопротивляемость и интерес к жизни. Ну и, в общем-то, настроение. А если запланировать отпуск на февраль и ждать вот этого отпуска и предпочтений? Ну, мне кажется, это вообще прекрасно. Вот если люди могут уехать на зимовку, вообще статистика не ведется, потому что, мне кажется, это слово «Россия» много о чем говорит. Потому что здесь люди, правда, живут очень суровые, потому что суровые, в общем-то, такие погодные условия. Если есть люди, которые спокойно могут полететь на зимовку, да прекрасно. Только единственное, нужно позаботиться об иммунитете, потому что смена часовых поясов, смена сезонов резких, да, оно сильно влияет на иммунитет. У нас-то такой продолжительный затяжной период, можно сказать, да, зима длится практически полгода. И вот первая волна депрессии начинается сейчас, потом в январе, начинается вторая из-за того, что затяжная такая зима. Как пережить такой долгий период? Ну, есть две основных еще дополнительные, ну, как сказать, две основных, наверное, рекомендации. Они уже исключительно психологические. Во-первых, это изучать свой собственный ритм. Люди, сталкивающиеся с хандрой, и не только с хандрой, если мы берем в расчет еще психиатрическое такое заболевание, как, допустим, сезонная депрессия, она бывает и осенью, и весной, должны учиться понимать свое состояние. То есть если ты, правда, себя изучаешь в этом состоянии, ты можешь четко понимать, что тебе нужно. Многие люди, наоборот, от себя требуют многого. Ну, допустим, там, встань, иди, хватит лежать, что ты там сидишь, что ты копаешься, давай. А люди в хандре, в общем, они более медлительны. Поэтому действительно изучаем свой ритм, понимаем его, поддерживаем себя и не гоним никуда. Потому что вот эта вот критичность наша по отношению к себе, ну, способность так себя толкать куда-то, к действиям, к интересам, к чему-то еще, она, на самом деле, влияет еще хуже. То есть ты, наоборот, начинаешь не только сопротивляться своим, ну, каким-то новым делам, ты себе самому начинаешь сопротивляться. Это первое. А второе – это действительно преодолевать наше мышление. Потому что оно в хандре, оно, правда, очень такое специфичное, оно заставляет нас во всем видеть только плохое. И преодолевание вот этого вот хандрического настроения, хандрического мышления – это значит искать варианты, в которых не только ты виноват. Потому что такая вот убежденность, что все будет плохо, все не так интересно, все будет сложно, оно заставляет нас винить в себя во многих проявлениях собственной жизни и снижает нашу самооценку. В общем, прислушаемся к советам нашего гостя. Мы вас благодарим. Игорь Эльбачевский был у нас в студии. Клинический психолог. Продолжение следует... Продолжение следует...